С какого возраста с несовершеннолетним допускаются заключения трудового договора? По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. С 15 лет можно заключать трудовой договор на выполнение легкого труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолетнего. С 14 лет также можно заключать трудовой договор на выполнение легкого труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолетнего, но только с письменного согласия одного из родителей или попечителя и органа опеки и попечительства. Где могут работать дети до 14 лет? И кто может подписывать такой трудовой договор? Дети в возрасте до 14 лет могут работать в организациях, кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, для участия в создании и исполнении или экспонировании произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени несовершеннолетнего работника подписывает его родитель или опекун. В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. Если несовершеннолетние совмещают работу с обучением, то это не должно мешать освоению образовательной программы. Какие документы нужно предъявить при заключении трудового договора? При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, кроме случаев заключения трудового договора впервые. В этом случае книжку оформляет работодатель. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа. Также в отдельных случаях может потребоваться документ об образовании, справка о судимости, справка о привлечении к административной ответственности. Нужно ли несовершеннолетнему желающему устроиться на работу, проходить медицинский осмотр? Да, несовершеннолетний обязан предоставить справку о результатах прохождения предварительного медицинского осмотра, чтобы работодатель смог убедиться, что у нанимаемого нет противопоказаний для осуществления трудовой деятельности. Могут ли для несовершеннолетнего устанавливать испытательный срок при приеме на работу? Испытания при приеме на работу лиц, не достигших 18-летнего возраста, не устанавливаются. Когда у несовершеннолетнего возникает право на отпуск? Для того, чтобы получить отпуск несовершеннолетнему, не нужно, как взрослому гражданину, ждать истечения 6 месяцев непрерывной работы. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Кроме того, работодатель не имеет права не предоставить ежегодно оплачиваемый отпуск несовершеннолетнему или заменить его денежной компенсацией. Какова должна быть продолжительность рабочей смены несовершеннолетнего? Для несовершеннолетних устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Для лиц, не достигших 16 лет, не более 24 часов в неделю. Для лиц от 16 до 18 лет, не более 35 часов в неделю. Для тех, кто учится и работает, эта предельно допустимая норма снижается вдвое. При этом продолжительность ежедневной работы или смены не может превышать. Для 14 и 15-летних, работающих в период каникул, 4 часа. Для 15 и 16-летних, 5 часов. Для лиц от 16 до 18 лет, 7 часов. Для тех, кто учится и работает в течение учебного года. Для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, это 2,5 часа в день. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет, 4 часа в день. Как проводится оплата труда несовершеннолетних? При повременной оплате труда заработная плата несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Оплата труда несовершеннолетних, которые учатся и работают в свободное от учебы время, производится в пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств. Какие ограничения по видам работ существуют для несовершеннолетних работников? Несовершеннолетних запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, привлекать к работе выходные и нерабочие праздничные дни, привлекать к работе в ночное время, привлекать к работе с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, а также к работам, которые могут причинить вред их здоровью и нравственному развитию. игорный бизнес, работа в ночных заведениях, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями. Запрещается привлекать к работам по переноске тяжести, превышающих установленные для несовершеннолетних предельные нормы, привлекать к работе по совместительству, привлекать к работам, выполняемым вахтовым методом. Имеются ли исключения по привлечению к труду, запрещенному для несовершеннолетних? Исключения составляют творческие специальности средств массовой информации, организации кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, а также цирков. Работа по созданию, исполнению или экспонированию произведений в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей, утверждаемыми правительством Российской Федерации. Исключения предусмотрены и для спортсменов. Допускается их направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Может ли работодатель уволить несовершеннолетнего по своей инициативе? Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя, за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателям, помимо соблюдения общего порядка, допускается только согласие соответствующей Государственной инспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.